Свет как в покойницкой, не к ноте бы сказал. Ой, пардоньте меня, контент 18+, ай, мой дядь, почему есть такие выреза? Зато он прикрывает всякие филейные части, которые желательно прикрывать. Да, в общем, половых признаков пиджака мы не обнаружили, хотя вот эта вот длина рукава и вот эти вот карманы, они мне как-то напоминают мужской пиджак. Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои подписчики и гости моего канала, привет от Диты из Солнечной Канады. Сегодня у нас очередной шопинг-клог и сегодня мы, наверное, пойдем с вами в Зару, то есть не, наверное, пойдем. Давно, давно, очень давно мы не были в Заре, по-моему, с прошлой зимой, да, что-то я уже не помню. В общем, я там примерялась свитера, было дело, потом я ходила искал все платья на Christmas party. Ну да, это, наверное, было с прошлой зимой, но что-то я уже, знаете, у меня все дни месяцы, года смешались в один сплошной какой-то такой тягучий карантин. Ну, неважно. Да, наверное, все-таки это было прошлой зимой и, в общем, все, пойдемте в Зару. Я приехала в довольно большой шопинг-центр, там большая Зара двухэтажная. Надеюсь, что нам удастся что-то увидеть, новую коллекцию. Зима-осень, тренды 2020, хотя у нас с товаром в Канаде как-то очень все грустно и не очень все хорошо. Магазины по-прежнему какие-то степи полупустые. Ну, в общем, посмотрим, может быть, здесь нам больше повезет. Хотя с примерками нам, скорее всего, не повезет, потому что, насколько я понимаю, примерочные все равно по-прежнему везде закрыты. И, ну, в общем, будем так, трогать руками, рассматривать, прицениваться и совершать обзор коллекции глазами. Без примерок. Ну, и вот с самого начала нам попадается шикарнейшая, красивейшая блуза, похожа на какой-то такой экзотический цветок. Знаете, очень мне понравилась, очень нарядная, такая необычная. И вот это вот тоже, я так ее разглядывала, я пыталась понять, что в ней происходит, потому что какие-то оборки, складки, трудно вообще понять. Так, на самом деле, я держу вверх ногами, как я поняла. Залезла на веб-сайт, чтобы посмотреть. Вот так она выглядит, на самом деле, очень необычная, по-моему, оригинальная вещь, такая красивая, правда? Пиджаки. Было много пиджаков. Не дешевых, 120 долларов стоило. Вообще, в основном, они были по сотне, ну, по-разному. Разные были цены. Вот этот белый такой, знаете, с золотыми пуговицами, прям такой, знаете, мечта морского офицера. И были сумочки всякие, ну, вот, вы видите, снова вот эти вот стеганные а-ля ботега, красные были, черные, симпатичные они были. И вот эта вот такая малышка хорошенькая, такая невозможная, прям, она вся-вся-вся обшита бисером, и ручкой, и вся сумка, и цвет такой яркий. В общем, понравилась мне эта сумочка. Ну, она, конечно, такая маленькая, только на выход. Мне ничего не влезет. Ну, на выход, да, когда мы когда-нибудь будем выходить. И вот золотые черевички, прям золотые-золотые, 59 долларов. Таким острым носом, немножко похоже на такие маленький мук. Вот я прям рванула, такой пиджак, такого прекрасного цвета морской волны. Ну, посмотрите, какая красота. Вот этот стоил 100 долларов, и он действительно очень-очень красивый. Красивые были сережки золотые такие, видите, вот эти такие, как золото инков мне напомнили фасоны. Вообще необычные такие фасоны, красивые, красивая бижутерия, красивые украшения. Много сумок всяких было, таких странных, непонятных, каких-то вот эти вот, какие-то фасоны непонятные мне. И тут начался лавандовый рай. Слушайте, какой там цвет, главный цвет сезона объявил понтон? Я не знаю, по-моему, не лавандовый, но судя по заре, ну все, посмотрите, вот снова такой пиджак. Как тот был морской волны, только лавандовый. Обалденный вообще, такие красивые цвета. Посмотрите, какие фасоны, вот такой вот горошек лавандовый топ, ну такой розовый, с лавандовыми точечками. Вот это платье вообще украло мое сердце. Я в следующий раз обязательно его померю, что-то я в этот раз не стала, не знаю, я как-то увлеклась. И посмотрите, оно такой фасон сороковых-пятидесятых, очень-очень красивые, обалденного совершенно цвета, лавандовые босоножки. Тут же были вот шортики такие лавандовые за 40 долларов горошек. Ну это, конечно, такое для девочек, но очень, мне кажется, девочка худенькая, со стройными ножками, это так красиво. И висели они рядом вот с такой вот белой блузой с горохами на рукавах, прозрачные рукава. Вот прям рядышком я их так сложила, мне показалось, что очень неплохо. Было много платьев цветы, вот это, кстати, мне не очень понравилось, уж очень-очень такие яркие цветы, хотя вы увидите, в чем я одета, я одета в чем-то похожа. И воротник мне не нравится, такой, знаете, стоечка, не знаю, не люблю я такие воротники. А снова в моде продолжают быть вот эти вот бокси-короткие пиджачки, чему я очень рада, потому что я один купила на летний распродаж такой в Заре, и, в общем, нравится мне, нравится этот фасон. И вот это прекрасно, какой красоты платье, посмотрите, какие листья. Интересное сочетание, серое с таким бордовым. И вот белое платье, если бы я сейчас выходила замуж, я бы одела вот такое платье, серьезно, оно такое красивое, но, может, на видео не видно. А вот это очень интересная расцветка, мне так понравилась она, знаете, такое тоже интересное сочетание, голубое, желтое, красное, синее, и платье такой халат, фасон обычный, но расцветка очень красивая. И вот посмотрите, какого бесподобного цвета босоножки, они прям вот так подходят к желтому цвету на этом платье, прям точно, прям очень ворота. А вот это шикарное совершенно платье, такое в каких-то птицах, жар-птицах, с люрексом, немножко прозрачный такой шифон, такой, знаете, прямо дорого-богато, очень, ну, правда, красиво. И к нему же там лежали такие ботиночки казаки, вот, мне кажется, они бы подошли. И вот этот пиджак карамельный висел рядом, знаете, он по цвету очень подходил к этому платью. Я бы щупала, щупала, мне даже показалось, что он кожаный, потому что выделка кожа такая хорошая, такая мягкая, как будто бы натуральная кожа. Ну, нет, это не натуральная кожа, и по цене это видно, собственно, 120 долларов, не может быть натуральной кожей. Но на ощупь, я вам хочу сказать, они научились делать просто шикарно, просто совершенно не отличишь. И вот к нему были такие брючки, такого же цвета, тоже кожаные, мне кажется, костюмом это выглядело бы шикарно. Еще одни кожаные брюки под крокодила, ну, такие, знаете, смелые, смелые брючки, но чего, если фигуру позволяет, то очень даже неплохо можно носить. А вот смотрите, какие необычные сережки. Я очень люблю большие серьги, очень люблю большие украшения. Эти как будто сделаны из таких кусочков льда, ледышки такие. Ну, всякие сумасшедшие майки там, с синдереллой, разные вот такие вот, ну, просто безумные совершенно майки. Понравилась мне тоже вот эта сумочка, потому что она, не знаю почему, потому что она мне понравилась. Интересный фасон, даже не знаю, под кого это закос. Скорее всего, конечно, закос под кого-то, но я чуть не узнала даже. Еще одно прекрасное белое платье, вполне свадебное, я бы так сказала, если бы мне надо, но мне не надо, я замужем. И вот какая милая-милая кофточка, смотрите, прелестная, ну, просто вот такая, знаете, как будто ручной вязки, с пуговицами, сделанными из стразиков. Кристаллов, вернее, очень красиво. А, и вот эта сумка, ну, мечта каждой модницы, закос под луэвы. Кстати, неплохо сделана, я вам хочу сказать, я только цены не нашла, но на самом деле она действительно, ну, такая аккуратненькая, хорошо сделана. И вот эти вот кожаные части, я не знаю, это не кожа, скорее всего, но они очень хорошо сделаны, я ее стала примерять к себе. Я вам хочу сказать, что у нее очень хороший размер. Вот посмотрите, видите, как она на теле, она не очень большая, не маленькая, ну, в общем, все, что надо. Внутри у нее такой сделан из ткани мешочек, чтобы вещь класть и так его затягивать, чтобы все уже так не было прямо на распашку открыто. Вот, ну, как бы красивая сумка, симпатичная. Не могла пройти, конечно, мимо этих босоножек. Они просто бесподобные, ну, шикарные. Маленькие китенхиллы, они довольно удобные, я так думаю. И вот это вот нашитые бисер-бисеры, какие-то стразы, пайетки, это, конечно, для меня сороки, это мечта. Вот, что еще мне понравилось? Мне понравился вот этот пиджак. Он такой тоже в стиле 40-х, 50-х, немножко такой мужской. Но, не знаю, такой голубой-белой палочкой, что-то в нем есть такое интересное. Надо будет к нему присмотреться, если честно. Это был размер экстрасмол, кстати, чтобы вы понимали. Он огромный, он такой оверсайз, очень оверсайз. Ну, вот очень красивое цветное платье, тоже мне нравятся такие платья-халат. Я люблю такие вещи. И клиренс, у них еще было пально клиренса. Я, конечно, там нахватала вещей. И, на мое счастье, примерочные были открыты, представляете? Я очень обрадовалась и, конечно, пошла мерить. Давайте смотреть мои примерки. Окей, девочки, мы в примерочной. Свет как в покойницкой. Не к ночи, быть сказанным. Музыка гремит, что, наверное, придется делать озвучку. Я поговорю, а если не получится, то вы не удивляетесь, что у меня вот так вот рот не совпадает с тем, что я буду потом поварить сверху. Потому что, по себе, о май гад. Не знаю, хоть так, хоть и так. Значит, вот этот мой образ сегодня. Занаторное мое платье. Вы помните его из Веченем? Я покупала. Я вот эту сумку из Зары, которую я сейчас таскаю вовсе. Очень-очень она мне нравится. И очень я ее люблю. Ну что, давайте кое-что померим. Я, конечно, метнулась в сейл. У них до сих пор еще есть остатки. Набрала каких-то топов, культочек. Штаны не склеиваются. Просто мне нужен был какой-то ботом. Потому что я ничего не нашла. Вот. Сейчас, может быть, я попробую вставить наушник. И тогда у меня получится заглушить музыку. Значит так, первый образ. Я надеюсь, меня слышно. Видно меня хреново. Извиняюсь. Ну, потому что цвет такой, как будто бы... Да. Значит, первый образ. Я оставила свое платье. Я надела такую курточку. Такая, знаете, она как ветровка. Очень симпатичная. Она стоит 29 долларов. Размер медиум. Застегнуть его мне не удастся. Если удастся, то я буду как колбаса перетянутая докторская. Ну, вот так. Ну, в принципе, его можно носить на распашку. Стоит он 29 долларов на сейле. Размер медиум. Я уже говорила. Вот такой вот сжатый. Сжатая такая, как плащевка. Очень симпатичная. Вы знаете, мне действительно нравится. Я даже подумываю. Не приобрести ли мне ее? Единственное, что меня останавливает, что я ее, ну, как бы, должна носить в расстегнутом виде. Ну, даже с этим платьем так неплохо, правда? Она симпатичная. Сейчас я ее сниму и, может быть, засниму, как она выглядит. Как она выглядит сзади? Сейчас я посмотрю. Попробую снять ее сзади. Вот так она выглядит сзади. Совсем неплохо. Такие симпатичные фонарики. Такая рука в широкие. И такая рюшечка. 23 долларов. Вот рюшечка здесь. 22 долларов многовато. Может, она уже сейчас дешевле. Может, у них цена упали. Я пойду на кассу спрошу. На пять минут выключили музыку. Я так обрадовалась, что ее выключили совсем, но потом ее включили снова. Так что продолжаем нашу партию. В дискотеку под гремящую музыку. Значит, я захватила сзади. Значит, я захватила с собой вот эту курточку кожаную. Ну, не кожаную. Веганская, как она у нас называется. Веганская кожа. Или как еще она называется? Аргеник? Нет. Ну, в общем, такое красивое название. Придумали для клеенки, чтобы это звучало как бы не клеенка, а очень трендовая современная забота об охране природы. Неважно. Значит, я помню, что у них в прошлом сезоне они были, а она должна была быть на сейле долларов за 29. Но на этикетке не написано, что она на сейле, а стоит полная цена. Возможно, они ее сделали снова на зиму-осень, потому что они часто так делают. Если какой-то товар пользуется спросом, то они повторяют его как бы на следующий сезон. Ну, в общем, я на кассе спрошу, потому что она мне очень нравится. Это размер медиум. Стоит она или 79, или 29, или сколько-то я сейчас посмотрю, потому что я не уверена. Значит, к ней я взяла померить вот... Ой, пардоньте меня, контент 18+. Ай, мой дядь, почему есть такие выреза? Значит, я взяла такой вот топик, который... Размер ларчный, он мне ужасно мал. Он тоже сейчас за 13 долларов, по 13 долларов на сейле, и просто как топик. Порошенький он такой, на самом деле. Посмотрите, видите, зелененькая, сирененькие цветочки. Он такой сборочкой здесь, ну, в общем, не на мой фигуру. И вот эти брюки, в которых просто я выгляжу, как будто мне... В общем, не нравится мне. Я не люблю брюки. Брюки меня полнят любые. Эти брюки полнят меня ужасно. Я вам их не буду даже показывать, потому что некрасиво они на мне сидят. Я не должна была их брать, я должна была найти что-то другое. Но я в попыхах схватила что-то в тон, потому что, видите, я хотела вот такое вот зелененькое-зелененькое. Тут тоже немножко такое. Ну, в общем, не смотрите. Представьте себе, что это юбка такая. Как будто бы такая юбка. Вот. Ну, в общем, вот. Хотела вам показать вот такое вот сочетание. В принципе, это очень, очень неплохо, симпатично выглядит. Если бы это были не вот эти вот брюки, которые мне очень не подходят. А курточка мне очень нравится. Я сейчас спрошу, у них одна на сейле или нет. Вот, видите, написано 79 долларов. И никаких признаков другой цены, что он на сейле или что. Но нам с вами повезло. Он оказался 29 долларов. И, конечно же, ушел со мной домой. Еще я прихватила с собой такой куртец. Вот он точно на сейле, я помню его. Он был на сейле. Правда, это размер large. И он очень большой. Но он, да, стоит 29 долларов. Я совершенно точно это помню. Но, вы знаете, он такой интересный. Знаете, это как такая бетровка плащевая. Здесь вот такая вот вышивка. Да, размер large. Ну, знаете что? Тут мои сумки что-то болтают. Ох, это от курточки. Пардон, моментов. Сейчас я разберусь с этими завязками, веревочками, наушниками моими. С одной стороны, он очень большой. Здесь он что, затягивается на стороне? Нет, вот как есть. Что здесь такое происходит? А, здесь капюшон. Вот, я поняла. Капюшон. Видите как? Хорошо. Можно под дождиком хорошо в нем гулять. Да, он очень большой. Но, с другой стороны, вот, зато он прикрывает всякие филейные части, которые желательно прикрывать. И вот тогда даже с ним эти брюки как-то не выглядят уже такими... То есть, не брюки выглядят такими, а мои филейные части, они выглядят такими ужасающе огромными. Но дело в том, что, конечно, его лучше бы, вот если такой вот большой широкий топ, то лучше бы надеть какие-то скини-джинсы или узенькие брючки какие-нибудь. Вот он бы тогда смотрелся неплохо. Но он очень большой, смотрите как. Я даже не знаю, о чем я подумаю. Ну, наверное, не буду брать, потому что все-таки он огромный. В медиум было бы в самый раз. А ларш, конечно, не великоват. Хотя идея интересная. Видите, такая прикольненькая. Такой вроде бы дождевик, такой вроде бы ветровка. А такой, девочки-девочки, оборочки, вышивочка. Все, как мы любим. Вот такое платьишко еще принесла. На самом деле, оно, по-моему, не на сейле, а оно на спешл прайс. Знаете, у них есть такой же, там стоит 19 долларов, а у них платья уже на сейле были по 12.99. Значит, я принесла его за цвет. Мне очень понравился цвет, а на самом деле вот такой вот дешевый трикотажик, такой, типа, как, знаете, маечный. Взял и размер смол. Почему, не знаю. Потому что мне размер мидиум показался очень большой. А смол, мне кажется, вот я не пойму, эта резинка должна быть свободна. Или она должна быть на талии. Если она должна быть на талии, то она у меня большая. Я свою на талии и узнаю по талии. Да, а если она должна быть здесь свободна, то она мне маловато. Ну, anyway, не буду я ее даже за 20 долларов покупать. Ничего в нем особенного нет, кроме того, что она очень красивого цвета, но очень странный фасон какой-то непонятный. Или должен быть размер больше, или... Почему там так орут? Кто же там так орет? Знаете, здесь, конечно, условий. Никаких условий для блогера. Примерочная маленькая. Свет ужасный. Музыка гремит. Люди там за шторкой, у меня тут шторка. Орут как резаные. В каких условиях приходится работать? Вообще, мне нужно молоком доплачивать за вредность. Надо обратиться с петиции к YouTube. Ну, в общем, такой платит. Не за в эту. Не нравится она мне. Так, я решила померить. Сейчас уже принесла такой пиджачишка. Сейчас, секундочку, а то мне YouTube забанит за контент неподходящий. Значит, пиджак. Вот он на сейле. Может, это мужской пиджак? Короче, он сейчас стоит 29 долларов, а стоил он 99. Посмотрите. Ну, Зара, за что? Такое гена палочки, извиняюсь, сделано из какой-то такой галимой синтетики. Противный, препротивный. Это размер medium. При этом он у меня здесь как-то узковат, вот тут, в пузике и в бедрышках. А посмотрите на эти рукава. Я их так демократично задрала, чтобы, ну, как бы, вот, это make me think, что это мужской пиджак. То есть, это, я думаю, может быть, это мужской пиджак. Хотя, размер medium. У мужчин, по-моему, другие размеры. У них, по-моему, не medium small, а у них, хотя у них разные. Вот. Ваш покорный слуга. Да, ну, в общем, ну, что, у Версальца у нас. Это сейчас так модно. Я знаю, что модно сейчас эти рукава. Я сейчас поверю, если он мужской или женский. Я сейчас его сниму, и мы посмотрим. Ну, он, конечно, такой не за 29, а уж тем более не за 99, я бы не стала его покупать. Зара, come on, Зара, что ж ты такое Г продаешь? Я решила снять его, чтобы понять, мужской или это женский. Видите, он такой без подкладки. У него все признаки мужского пиджака. Вот такие вот карманы эти внутренние. Ну, вот, я искала хоть какие-то на нем половые признаки, чтобы было написано, это женский или мужской. И я ничего не нашла. Ну, вот, смотрите, medium. Здесь не написано, это мужской или женский. Зара. Здесь тоже Зара. Европейский M. You same M. Made in China. Тайна. Шо? И здесь то же самое. Ну, вы знаете, что? Мне похоже, что напоминает... Напоминает мне мужской. Что ж такое-то? Может быть, это юнисекс? Может, это юнисекс? Потому что, я вам сейчас скажу, почему. У них уже нет мужского пыла. Лечи на пыле только и в женском оде. А может, и нет. Ну, видите, где-то написано man, woman. Вот это M. После 800 это M. Это size, это размер. А вот... Детекс. Та-та-та-та-та-та. Текстиль Занзибар. Шо? Ну, ладно. Да, в общем, половых признаков пиджака мы не обнаружили. Хотя, вот эта вот длина рукава и вот эта вот, знаете, вот эти вот карманы, они мне как-то напоминают мужской пиджак. Ну, и бог с ним. Так, вот это платье. 19 долларов. Размер смол. Дурьяцкая совершенно. Вот этот топик. Смотрите, какой хорошенький. Я так обрадовалась, думала, вот, сейчас я вотсапну. Он такой кьють. Даже увидела размер ларчи, подумала, ну и чудненько. И вот так. Стоит он 13 долларов. Это никакой не ТРФ. ТРФ, это у них молодежная линия. Это вроде бы Мейден Марокко, все дела. Чего же он такой малюпусенький? Ну, царада. Ну, и вот эти вот бричата 29 долларов. Так и ни о чем. Вообще ни о чем. Ну, вот и все мои примерки на сегодня девочки. Сейчас отнесу в кассу зеленый этот кожзаменителен пиджачок. Спрошу, по чем он. В ковтюле вот эту с фонариками. Может быть, нам повезет? И она окажется на цели. И насчет этого розовой корочки подумаю. Хотя, я не думаю, что я куплю, только цвет такой розовый. Прямо, знаете, очень не такой грязно-розовый, а прям розовый-розовый. Как-то слишком розовый, я не знаю. Я, наверное, не буду, не стану это носить слишком часто. А чтобы носить редкое за 20 долларов, пусть сама Зара носит, да? Вот, все, девчоночки. Надеюсь, что вам было весело, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам было полезно. Надеюсь, что вы не оглохли от этой музыки. Я даже не знаю, может быть, я положу озвучку сверху, потому что... Все, увидимся в следующем видео. Совсем скоро. Пока-пока. Люблю, целую, байк. Субтитры сделал DimaTorzok